В Каменске-Уральском спортбайк столкнулся с инкассаторским фургоном. Погиб 35-летний мотоциклист. Его 20-летний пассажир получил тяжелые ранения. Авария произошла пятничным вечером в Ленинском поселке Каменского районе автозаправки и автобусной остановки «Лесная». В результате происшествия водительного мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Пассажир был госпитализирован в крышку больных санкасса Каменского-Уральского района. Пронированная «Газель» предприятия «Росинказ» двигалась со стороны Ленинского поселка в сторону Старого Каменска в своей полосе. За рулем инкассаторского фургона находился 55-летний водитель, имеющий 31 год стажа. Мужчина был трезв, признаков утомления не обнаружено. Судя по всему, ни он, ни водитель мотоцикла никаких маневров не планировали. Тем не менее, выйдя из-под контроля своего рулевого, спортивный мотоцикл «Хонда» Сибиар-600 оказался на встречке. Водитель мотоцикла двигался по улице Ленина со стороны переулка «Санаторный» в сторону улицы Ленина. Значит, не соблюдая сконосной режим, не справа с управлением, допустил выезд на возле встречного движения, предупреждает отсутствие обновления с автомашиной «Газ». 20-летний пассажир байка получил тяжелые ранения, перелом бедра, открытый перелом правой кисти, черепно-мозговую травму. В сознание он пришел только спустя сутки после госпитализации. Самому водителю мотоцикла судьба такого шанса не дала. Он, в отличие от пассажира, не вылетел из седла и весь удар вместе с байком принял на себя. Прибывшие на место трагедии полицейские выяснили, что мотоцикл не принадлежал погибшему. Более того, хозяин байка, хоть и знал этого человека, не передавал ему управление своим мотоциклом. В тот день, около двух часов дня, этот мотоцикл был доставлен в Каменск-Уральский из Сочи транспортной компанией по инициативе хозяина байка. Погибший мужчина был уполномочен владельцам только получить отправление и поставить его к себе на хранение до прибытия хозяина. Но спустя шесть часов после получения знакомый хозяина продолжал кататься на мотоцикле по городу. К тому же не один, а с пассажиром. По данным областной госавтоинспекции, в прошлом году на дорогах Свердловской области произошло 176 ДТП с мотоциклистами, в которых 178 человек были травмированы, а 18 погибли. С начала мотосезона 2023 года это уже вторая гибель мотоциклиста на Среднем Урале. Субтитры создавал DimaTorzok